На портал Газекет поступил вопрос, почему при злоупотреблении алкоголем и потреблении наркотиков являются не что такое светлое, а обычно всякие крысы, бесы и другая нечисть. Ну, потому что Господь нам дал тело при нашем творении, и это тело, когда мы пали, оно изменилось. И вот кожаные ризы, которые были, вот в Библии написано, что Бог дал Адаму и Еве, некоторые святые толкуют как то, что наше тело изменилось, стало такое, как говорят, дебелое. То есть, вот такое склонное к болезням, сонливости, и это вроде, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, это и хорошо, потому что это тело нас защищает от контакта с бесовской силой. То есть, обычно люди, слава Богу, бесов не видят, хотя они находятся вокруг нас при большом количестве, но вот помыслы мы там от них можем принимать, а вот непосредственно с ними общаться мы, слава Богу, не можем. Это было, наверное, ужасно, и, наверное, было бы очень трудно спастись, если бы мы с ними напрямую общались. Поэтому Господь дал нам такое тело из любви к нам. Но когда люди начинают заниматься оккультизмом, экстрасенсорикой или вот излишне выпивать алкоголь или, тем более, там, потреблять наркотики, то такое нередко бывает, потому что человек грешит. Потому что пиваться вином, само по себе вино – это не грех, а вот пиваться вином – это грех, однозначно. Пьяницы Царствия Небеса не наследуют. И вот в этот момент, когда человек упивается вином, он через такое оморочение сознания может выйти на контакт с этим как раз бесовским миром. Ну и дальше, может там веником конять какие-то крыс величинного человека или еще что-то. Это уже разные варианты. Притом, вы знаете, не обязательно это допиваться до белой горячки. Когда человек много-много лет пьет и упивается, и некоторые начинают какие-то негаллюцинации, как говорит современная наука. Это может быть даже и людей, которые просто несколько дней хорошо пили. Я думаю, здесь есть какой-то промысл Божий, потому что почему одному человеку, который достаточно длительное время пьет, ему ничего пока слабого не является. А другому вроде он там уж не такой большой алкоголик, что называется, но вот злоупотребил какое-то время, несколько раз подряд, может быть. Ему вдруг что-то там такое является. Я думаю, что это особый промысл Божий, который пытается в том числе и вот через такие моменты человек обратить на путь добра, на пути греха. Вот ты пьешь, пьешь, думаешь, ну подумаешь, ну это же развлечение. А вот погонял ты этих зеленых шовечков, там бесов, крыс, там еще что-то. А вдруг, по идее, любой человек нормально должен задуматься. Почему так? Я уж не говорю даже о человеке православном верующем, да, который, естественно, у него должны быть возникнут определенные мысли, а что же это за такие крысы и человечки там бегают у него. Но даже человек вообще не верующий должен понять, что ну вообще-то что-то у меня с психикой не в порядке, что-то я не то делаю, значит, раз у меня уже галлюцинации пошли. Вот это вот пущение Божие, чтобы мы вразумились, вразумились и этим путем греха не шли. Ну, если ты не разумляешь, конечно, там будет все больше и больше, хуже и хуже. Но, к сожалению, так человек устроен, что если он хочет творить добро, он творит добро, невзирая на обстоятельства. И наоборот, к сожалению, если он хочет творить и над зло, вроде Господь разумляет человечески, а он так вот упрямо идет в ад. Вот. Но это уже будет наш выбор. А Бог, чтобы нас спасти, отвратить от этого пути неистинного, пути злого, он для этого все для нас, что нужно, пропускает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...